ТУТ Привет, друзья мои, здравствуйте. Сегодня у нас очень такой вот день. Пасмурный, с дождем. Начинаю, друзья. Здравствуйте. Попьем кофе, чай. Кофе, чай, 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 чай... Чай, 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 господи, вот так вот, футболочка, как всегда, девочки-малочки, хорошо, сейчас мы чайку немножко закипичь, закипичивай, закипичивай, друзья, закипичивайте, сейчас немножко погудит наш чаёк, погудит наш чаёк, мультипультибан пошёл. На пути, ну, смотри. Я без тебя не расту. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Комментарии от силы. Друзья мои! Сейчас мы копина ссыки, копина и попьем. Копей попьем! Копей попьем! Ой, какой он на свете! Прямо это тятя! Это тятя! Почитаем каминекю! Каминекю! Так! Каминекю! Заблокирует! Ай да я буду делать! Сейчас пупик попьем! Все выпады! Начнем! Здравствуйте! Наташа! Здравствуйте! Кто хочет писать за деньги? Даже слово «привет» будет за деньги! Слушаем! От Сивы! Комментарий! Анна пишет! Мне так жалко осознавать, что злые зрители были правы! И сам Вэл таки пустышка! Мягко говоря, всякое на дороге может случиться! Человек сознание мог потерять! И не зная ситуации орать на них, суки из-за вас! Им там на месте видней, из-за чего авария! Скорее всего, кто-то, кто-то протиснуться по-наглому хотел! Вот и авария! А таких не жалеть надо! И не только кричать на них! Ирина Кирпенко пишет! Они вспоминают, что нельзя ругаться и проклинать, когда сами плохо! Ничего-ничего! Там поели еле-еле ездить! Колька тоже любит гастролировать по Европе с этой неряхой! Потом пусть не ноет, глядя в камеру, как оно бывает! Ему всегда все возвращается! Особенно тем, кто с ней рядом! Кунья пишет! Разговор с позицией, скорее всего, это не разговор! Наверняка, знаете, нет! Нет? Тогда не треба мандеть! Не треба мандеть! Ты сама пустышка! Смотри другие каналы, где все умные! Татьяна Грачева! Мы здесь все смотрим, что пожелаем! И советы беспонтовые не давайте! То же самое, если тебе написать, какого хуя хера ты пишешь в лентах! Ахаха! Зухара Зухара пишет! А я поняла! Это уже давно! Он открыто говорит, что пойдет воевать против! А дуры куклы ему в любви клянутся! И трое родицы благодарности за сына шалют! Своих сыновей, видимо, не жалко! Когда плохо, тогда скорые стоят! Та вы шо! Только вчера мама сказала, что она родила необыкновенного гения! И ей за это люди золото шалют! Вердикт мамы и Наде! Самвел поет лучше Магомаева! Вот он чистой воды! Подхалим маш! Мама так и не поняла, что почти все украшения для нее посылки формировал сам Самвел! Он сам взрастил себе монстра! Думал порадовать маман любимую, а вырастил само мнение выше горы Верест! Рита Бейтс пишет Севе! Скрытые! Ты ж сам орал в Турции, шо их в Украине не пропускают! Рис пишет! Правильно! Скорые! Быстрее приехали! Забрали, если чё, ХБМ и уехали! Причины разные! Под здоровье автополомки человеческого фактора! И так далее! Оксана пишет! Зухра! Кто пойдет воевать? Вы смеетесь! Под столом будут сидеть! Ха-ха-ха! Зухра Оксана Веденеева! А сам факт, что он в лицо своим зрителям такое говорит! Хотя после того, как он в экран свою мадам сижу, зрителям показывал, матами ругался, а куклы, как Надюха, голову помоют и продолжают старика-кумира в своей любви полоскать! Ха-ха-ха! Ольга Бабырышева! Сева! А может, скорая пути была? А известно ли тебе, умник, что до приезда полиции нельзя убирать машины с места аварии, если есть пострадавшие или ситуация спорная? Куда он так торопится? Проголодался? Заля пишет! Зухра! Кто пойдет воевать? Севка! Попросик! Самим не смешно, а ха-ха! Светлана Игнатьева пишет! Прав! «Мне», 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 «А, во, 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 во». «А, вот, ха, давай-ка, уважаемые сказочницы...» Уважаемые сказочницы, авария не потому, что плохо, а потому, что подрезать не надо. Откуда ты знаешь причину аварии? Ты в ДПС служишь, а? А ты видел, что подрезали? А орать зачем, Самвел Татьянович? А, Маша Сычева, Леня, на ахахах точно, твой Колька только как нарушает ПДД, ему скажи, Рга пишет, Али Рожок. Он сам Колю провоцирует и заставляет гнать, доводит Колю, что тот нервничает и просит не мешать. Ща налетят воспитателя, Хироин пишет. Самвел, ты иногда думаешь, что говоришь. Понятно, что умнее тебя нет, но все же дорога непредсказуемая. Всякие случаи, ситуации бывают. От этого никто не застрахован. Знаю, написали. Там и знать нечего. И там видно. Стоят, ржут. Сирен, в этих ситуациях кто-то всегда виноват. А тут точно не виноват. По чьей-то глупости огромная пробка. Да, подозревают на огромных ККП-ЦК. Дальше продолжим. Сейчас, подождите. Поору немножко. Маша Сычева пишет. Ты главная злобная бабка. Тебя не заткнешь, если только убить. Ха-ха. Юля пишет. Я думаю, после истошнего крика, сука, из-за вас весь город стоит. Участники ДПЕ сразу решили все свои вопросы. Ломанулись кто куда, и пробка рассосалась. Правила нарушать не надо. Никому и никогда. Валентина пишет. Я в курсе. И это может быть, если так, что научить этого случая. Случай. А может, права купил. В любом случае пострадали люди. Татьяна Ветер перемен пишет. Ага. А твой водитель по правилам ездить? Едет. И не подозревает? И чё, скоростной режим соблюдает? Что-то сомневаюсь. Юля. Они из-за своей тупости стукнулись. И стоят, решают свои вопросы. И всё их стоят, ждут. Капец. Стремительно-стремительно глупеешь, Санвел. Додик. Дорогая няня. Объясни своему дитю. Сначала шо нельзя пересекать двойную сплошную. А то он у тебя без глаз. А пар выпускай лишь на посторонних. Это некрасиво. Как бы не ездил, а всё нормально. И так. И нах. Ну, короче, послал его. Татьяна Ветерпельмен. Ирга. А если он по просьбе едет, как пассажир хочет, что это за водитель, а? Кот Ларс пишет. Налево посмотри. Потенциальный правонарушитель. Нарушитель точно. Если уже отметился. Коля хоть что-то из ПДД знает, а ты нет. Если б они догнали и морду начистили, я б тоже б ржала. Аля Рожок пишет. Ирга. Да. Пересекать сплошную заставляет. Ай-яй-яй. Сева пишет Нику. Всем привет. Ой, смешно. Сколько таких героев было. Никто ж не хочет проблем. Сева, ты прав. Из-за тех, кто подрезают, страдают все. Мой муж тоже так орёт. Творят, что хотят. Зарабатывай мне деньги, чатлашка. Ха-ха-ха. Ой, Боже. Чатлашка. Сейчас мы копию попивнем. Чатлашка. Чатлашка, чатлашка. Ой, горячая копия. Копия горячая. Давайте на чайник соберём, девочки-мальчики. На чайник. Чайник старый у меня. Давайте соберём. Оки-лайп. Давайте покидаем Оки. Мил мои. Чайник соберём. А потом на копиварку. Да. Большую. Девочки-мальчики. Скинемся на копиварку. Да. И закипятим чаю. Вы же шуток не понимаете. Да? Дальше. Хм. Естественно. А то тут дуры уже сочинили. Плохо, может, стало. Конечно. Прямо видно. Ай-яй-яй. Скоро. Чай. Чайник. Стояли. Рожали. Рожали. У кого, которого никогда не имел и не будет иметь. Вот водительское удовольствиение. Обязан закрыть не нечищенную варежку. Удачи, пешеход. На зебре. Я согласна. Один баран принес неудобства многим людям. А кому-то и материальный вред причинил. Но кричать-то из-за окна. Мне это глупо. Зачем орать-то? Закрой свою пасть, тварь. Марина Казакова пишет. Нет. 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 Спору нет. Ты прав. Все аварии по глупости человеческой. Но кричать из окна зачем? Прости. Но в этот момент ты выглядишь глупее, чем эти виновники. Удачи тебе, водили на зебре. Татьяна. Так Коля его и не слушает. Сева. Вот-вот. Пока нормально. Но может случиться в любую секунду. Не говори гоп, пока стоишь на месте. Да, понятно. На мосту какие могут быть маневры. Перестраивались, не пропустили. У всех небось каску. Вот и ржут, стоят. А весь город остановился. Хорошо, что его скорая, что еще скорая намчалась. Сева. А по мане так и надо. Тише едешь, дальше будешь. И не гони коней, сынок. Не торопись. Куда, куда, туда, куда все едут. Боже ты мой. Вот-вот. Ща. Собой. За собой. Смотрите. Юля пишет. Сева. К сожалению, дятлов хватает везде. И на дороге, и в жизни. Так было и есть. И так будет. Отучишься на права. Будешь не так бурно реагировать. Ты уж зайди, Вокилаев. Там тебя с ног до головы обосрут. Марина Казакова, мне плевать, как я выгляжу. Каждый бы... Каждый быдло на них орал. Другой раз бы думали. А то стоят все люди. Преют. Пробки. Ай, не смотрят. И любезнича. Какие они важные, блять. Сирен. Пишет Сева. Вообще, это минус ДПС, которые должны быстро приехать, зафиксировать и освободить проезд. Так что твои слова можно спокойно, спокойно и в их адрес кричать. Любимая Людмила пишет. Тебя мамка не научила только воровать, потому что жили в селе. И думали, что все ваши может набрать. А почему она еще может научить чему? О культуре скромности. Поведению не научила. Орешь, как одержимый из-за окна автомобиля. И так было уже не раз. Хорошо, что ты машину не водишь. А то тебе давно бы накостыляли за такое поведение. Ты ведешь себя аморально. Пересмотри свое поведение, тварь. Татьяна. Сева пишет. Сева. Пока мы смотрим за вами так, как вы показываете. Чатлах твоя мама, ты хоть знаешь смысл этого слова. Боже, и ты всех порядочных женщин. С ней не сравнивай. Не с той ноги сегодня встал. Мама передала энергетику. Ура! Вместе с варениками. Яд так и брызжет из твоих уст. Сам был. Елена пишет. Ушлепок, не дай бог тебе оказаться в такой ситуации. Нахер ты мне нужен. Неадекват. Сева. Людмила Калмыкова. А чё её накостыляли тем, кто аварии делает? А? Я ей не сажусь за руль. А вы поощряете, защищаете тех, кто создаёт аварии. А если б ваши родственники из-за кого-то попали в аварию, Вы б тоже защищали. Вопросик. Всякое может быть. Ничего страшного. Это дорога. Может, плохо стало тоже так. Может. Аня Рожок пишет. Я чатлашка. Ха-ха-ха. Чего это? Неправда. Неправда. Одногавкался от усих. Молочина. Ну, а шо? Развлекаемся, как може. Елена Сластинина. Не дай бог, конечно. Он столько дебилов аварий делает. Хм. Я тебе дрянь писал. Я тебя трогал? Мило. Кошка в кедах пишет. Сева. Ну, пробка. Ну, застряли. Это ж не повод вести себя, как бабка-истеричка. Сева. Веди себя по-мужски. И любой, в любой ситуации. Хорошее зрение увидеть за километр. Какая причина аварии. Ай-яй-яй-яй-яй. Валентина Немчук. Ты кто такая, Валентина Немчук? Будешь мне указывать? Еще. Молчи лучше, Ирина. Греция пишет. О, за восьмой год на канале ДПСников в комментах еще не было. Главное вовремя ретироваться. Любаша, Сева, не появилось желание на права сдать-то. Твоя Хлойка самая тупая водитель. А твой Коля не подрезает? Умник, блять. Сева. Любаша, милаша. Нет, он дур сколько тут. Нет, он дур сколько тут. И они почти все за рулем. Не-не-не-не. Я ж давно давлю сразу. Ха-ха-ха. Верка, мне двадцать три года, если чё. О, полотенчико. И не надо так писать. Тебе уже сорок, а не пятнадцать. И веди себе подобающе. В жизни бывают разные ситуации. И это одна из них. И под тебя никто подстраиваться не будет. Ты не такая уж звезда, чтобы для тебя дорогу пропускали. И дальше, и дальше. И дальше. Ведёшь себя как... Так... Тебе люди написали. Нельзя так себя вести. И ты действительно не прав. А ты ещё сидишь в комментах огрызаешься. Тьфу, тьфу, тьфу. От... 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 Отсюда ты знаешь... Откуда ты знаешь причину аварии. Сказочник. Хер не угородишь. Ага. И на рельсы загоняет. Ха. И правильно забери у Хлойки свою машину. Жердяк. Больше ходи. Ходить. Будет. Может похудеет. Но целлюлит у него не уйдёт. Однозначно. Ёлочка. Ой. Жепоизы уже тут. Как тут? Как там язычок? Не стёрся ещё? Ха-ха. Ёлочка. Ха-ха-ха. Сева какой знатный. Кригбейт. Был в названии. Думал, шо щас налетят и повеселимся. Но. Всё испортил своей пробкой. Вроде старый и опытный блогер. Но дурной ещё. Народ тупо заступился за участников аварии. А ведь если весь город стоял. Кто-то может спешить на самолёт. Кто-то ещё куда-то. Сколько проблем. И сколько людям. Внести они. Вообще у нас есть люди. Не пострадали. Если люди не пострадали. Могут сами составить акт. Споткать и разъехаться. Ёлочка. Сева. Не зарекайся. Ты своим языком. Не гневи Бога. Света. Ребёнку было плохо. Он грудь всосал. А мамочка за рулём. У ребёнка пососла температура. Она гнала. Вся в слезах. И сделала аварию. А я такая сволочь. Ору. Мамочка смеётся. Стоит возле авто. А я сволочь. Может такая причина нарисую. И это меня ещё большим чудовищем. Хороший комментарий. Вы точно её не знаете. Света. Но в любом случае кто-то виноват. А никому. Кому. Плохо. Хех. 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 Ебача. Сева. Та прям. Заниженная самооценка. Ёлочка. Ты своим. Своим. Не гневи. Хех. Хех. Юля. Осознали свою вену. Хех. Мне побежали больше так не делать. Хех. 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 Сева. Хватит строить из себя хозяина жизни. Вошёл в роли. А пипец. Хех. 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 Сева. Вот где твоя и вылезла. Хех. Дал явно понять. Всем кто мы для тебя. Для зарабатывания денег. Хех. 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 Сева. Я думаю пакости ерунду разную. Тебе уже. Хех. Прибитые строчат. Пробочка такая. Мозги вырубает. Может их и было немного. Но прибивка последней. Хех. Нитрализует. Ха-ха. Хех. 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 Кошка в кедр, кого вы просите вести себя по-мужски? Протрите глаза, бля! Вот когда твой колька попадет в аварию, тогда все вас тоже подожжут. Сева Валерий пишет, главное, что в этой пробке скорая. Кому-то доехала дура. Сева пишет в аварию. Да-да-да, так и есть. Сева. Ну, не только подрезают. Недавно при въезде со двора самосвал, привязающий гравий, перевозивший. Там дорогу делают. Неожиданно сдавать стал назад. Ему сигналили люди, что были рядом, махали, кричали. Он, короче, наехал таки. Хорошо, не слишком. Все ж. Увидел махание, выскочил. Капот, бампер помяты. Оказалось, им двигало что? Им двигало что? Встал на переходе зебры на выезд. А там люди подошли. Он решил им дать проход. Сдать назад. Не увидел машину сзади. Вот и пример. Ситуация аварийная. Никто ему не орал. Ждали автоинспекцию. Ой, пожарить, пожарить часа два на дороге. Как никто нигде. Выдержка нужна. Уважение друг друга. Сева. Сева, ты... Ты чё, нервы свои тратишь? А... А они все такие эти горе-водители. Наделают делу. Не так машины пострадали, как их не самолюбие. У них же иномарки. Иномарки. Они за копейки удавятся. Вот уже кого деньги испортили. Так это их... 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 И надо. У нас женщина на дворник. На дороге. Метвой коснулась машины. Так он как выскочил. Как начал орать. И машину смотрит. Не поцарапала. И говорит. Благодари Бога, что не поцарапала. Живи. Я была в шоке. О, урод. Я была в шоке. Я была в шоке. Я была в шоке. Ой. Так. Дальше. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабушка рядышком с дедушкой. Продолжаем нашу мысль. Много ты понимаешь. Вы тут ведёшь, как глупая, неадекватная баба. Самвел, ты вообще кадр из кадров. Василёк пишет. Сева. Правда, что во Франции предусмотрена ответственность за отказ от вакцины? Ольга Бабрышева пишет. Не перекручивайте. Никто не заступался за участником аварии. Все осуждают глупую выходку Самвела. Сычёва, мне на тебя, если что, насрать. Ольга. Ольга Бабрышева. Глупая ты, глупая. Сирж. Самвел, ты на моего соседа был похож. Он такой же был крикливый и смешной. Как же не заступился он. Тихо. Как не заступился он защищает, как, типа, всё может быть, им плохо стало и т.д. и т.п. А если б скорая к вам ехала, а таки суки ржали бы на дороге, заняв три полосы, вы б тоже молча проехали? Да, если только два мнения, одно ваше, второе неправильное. Матом, причём, крутой из дырой из окошка, на ходу крикнуть. Сладкая жизнь, пишет. Вот тут я согласна. Только проезжали через Днепр. Там по правилам, кажется, никто не ездит. И если будешь тормозить, обязательно вляпаешься. Этот город всегда был борзый. Во всем, ещё с девяностых, спокойно проехать невозможно. Но и привлекательный своей харизмой. Обожаю Днепр. Татьяна Сева. Какой же ты неугомонный. Всегда прав. Сева. Обосрался ты, Санвелл, с ног до головы. Уже со своими контентами. А жаль. Раньше ты был человеком. Ольга Баброшева. Кто эти все? То есть по всему столкнувшись, остановив город на несколько часов. И стоят, почёсывают. Это нормуль. А сказать им в окно вашу любимую правду. Это достойно уважения. Какая каша у вас в головах. Бля. Поэтому и решают за людей. Мол, овец надо привить поголовно. Бо опции есть опции. Стрелки не переводи, вера. Хотя кому я и о чём? Не своих мозгов одни сиявки. На чё надеешься, а? Это ёлочка написала. Рита пишет Вася. А Сева уже пресс. Секретарь Макрона. Гуглите. Наталья Сель пишет. Наталья Сель пишет. Сева племянница за рулём. Прям на мосту через Днепр. Стало плохо. Остановилась. Создала аварийную ситуацию. Больше за руль не садится. Такие глупые аварии из-за того, что всё считают себя самыми умными. Даю пермитеатр. Такие глупые аварии из-за того, что всё считают себя самыми умными. Пляханутая. Ой-ой-ой-ой-ой. Дальше читаю. Но твоё возмущение было не по адресу. Надо было доехать до ближайшего пункта ДПС и там им покричать, что они какие всякие. Вовремя на ДТП не приезжают. Чё из-за них весь город стоит. А так ты выглядел не лучше, чем виновник аварии. Света пишет. Самвел, ты реально неадекват. Как Серёга. Серёга Скорпиога. Тот орёт, как потерпевший, так и ты. Она думаешь, от веселья смеётся. Ты понимаешь, чё в истерике человек может и смеяться, и плакать. Лучше вообще ничего не комментируй. Тебе, как и матери, все плохие дети женщины. Один раз нарвёшься и получишь за язык. Для срокалетнего поведение позорное. Сними, наконец-то, памперсы и стань мужиком, а то дитё невоспитанное. Рита Джулина. Если ваш ребёнок, не привившись от полиомиелита, заболел и распространяет мутацию вируса дальше, и мой привитый от коронного штамма, но бессильно против мутирующего, пострадает. Я вас, Зиновьева, собственными руками задушу. Ёлочка. Джулина. Не суди по себе, Зиновьева. Ты вообще собой займись. Скоро Надькой станешь. Ну да. Я, может быть, что-то не поняла, но мне показалось, что повстречная после тоже пробка. Там тоже авария была в опросе. Жанна пишет. Ответ для кошки. Кедр. Он не мужик по жизни. И даже в штанах нет. А ты вот видела, Жанна? Ой, Господи. Послушайте, Сева. Вы посмотрите своё видео, как вы подрезали грубейшим образом Болгарию, женщину. Ушли вправо с кольца, не со своей полосы. И ещё полдороги её материли. В данном случае уже молчали бы. Как так ездить можно прямой дороги? Вот так и, как вы. Боже, прости, Господи. Яки воню дурны. И все петли богом ходи ему. Кто вообще, блядь? Чё там осталось? А воню глусить? Она подрезала. А если б мы были виноваты, я б и сказал, по делам нам. Там нет. Ну да, там истерика ребёнка. Убили она вот. Истерики. От истерики смеётся. А я сволочь, а дур. Хе-хе-хе-хе. Марина пишет. Ирине Грецкой. Не-не, не-не. ДПСники-водители. Они... Они же показывают жизни. Жизни. И мы всё в жизни тоже. Он ловко подкидывает темы. Хе-хе-хе. Разбирается дискуссия. Вот бы только без оскорблений в его сторону. Без вспоминаний его мамы. Но... Никак. А ты уверен, что подрезали? Ёлочка. Стрелки не перевожу. Они все твои. Насчёт мозгов. С моими всё в порядке. Касаемо твоих, большой вопрос. А надеюсь, я наточу когда-нибудь Таких тупых ёлочек, Палочек, имеющих возраст, Но не имеющих имени, Станет меньше на этом канале. Ёлочка, вали на дрова. Печку. Хозяйка тут нашлась, блядь, такая. Жанна пишет. Орать в окно не решает проблему. Это просто трусость и дебилизм. А здесь мы большинством водители. И адекватные. Нет, сам вы, вы двигались по полосе, Которая подразумевала движение по кольцу, А вы резко свернули труп уйти вправо. И женщина ехала по правилам. Нужно правила учить, А не в машинке играть на дороге. Марина, так он же сам первым оскорбляет нас, Подписчиков, своих кормильцев. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прям бесит он этим. Надо ему в прямом эфире полдвойную сплошную напасть. Молчи же, сука, не реагирует. Так вас же почитай, попробуй. ПМХ. Ёлочка. Тупая ёлочка, глагол не зарекайся. С частицей не пишется раздельно. Страшно за адекватность водителей. Дело было на мосту. О какой адекватности может быть речь? Это мост. В речку недалеко упасть. Глупая женщина, правду пусть на планетной. С мамой таким языком выяснять, правдивый мужик. Прикол ваш насчёт прививки. Тянет на откровенную тупость. Чё там такое? Чё там? 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 Та-дам! Ой, давайте продолжим нашу тему. Комментарии. Самуэл, здравствуйте. Читаю и думаю, что же надо, как московская на разговор пробивает. Это даже не перекрёсток, нерегулируемый, тупо мост. Уж поверь, Сева, уж поверь, у нас скорые пропускают. А кроме того, раньше скорые проезжают парамедики на мотоцикле. А если надо, вертолёт прилетит. Это у вас, каша в голове, сама поняла. Чё я написала-то? Ольга Минская пишет. До поры, до времени, а ещё сглаз бывает. От подобных заявлений. Беги сразу в исповедание, пока не попали в аварию после твоих слов. Ну ты даёшь за весь город. Так жопу рвала. Ха-ха-ха. Сева, пока заслужил ты своими выпадами. Тьфу на тебя. Тьфу. Та уж лучше и правда не нахуй сходить, чем ветку почитать. Ха-ха. Осуждающий смерть, да и только. Твои речи тебе на плечи. И повторяй, иначе влетишь. Стоять. Вопросик. Надо же. Ну чисто как твой педя. Ха-ха-ха. Они ехали точно. Так как то ты указываешь школе, обгоняй, обгоняй, знаток ПДД. Блин. Наташа. Ах-ха-ха. Ирина, теперь каждая вторая. Сева. А тебе не кажется, чё так не бывает, что тысяча человек неправы, а ты прав? Ну, сморозил глупость, имею смелость признать свою ошибку. Света, в своей компании надо худеть тебе, чтобы соответствовать. Ты любишь стройня, стройных девочек. Хм, всё-таки выходит в эфир на пол миллиона зрителей по поводу спутника. Не смейся. Это самая понятная вакцина. И даже если после неё заболеть, переносится легко. И никто, никаких последствий. Сделай маме вакцину. Она будет защищена, если не дай бог заболеть, не умрёт. Все мои пожилые родственники получили вакцину. Мой папа в контакте с ковидными и не заболел, поэтому подумай. Ха-ха-ха. Все когда-то в первый раз. Вот ДПСники нарисовались. Ты давно нахуй не была. Сева тебя уже и не посылает. Ха-ха-ха. Да, тю-тю-тю. Жди, не долго осталось. А ты бы уехал, если бы... Был бы виноват. Ты первый наложил. Потому что ездил. Ездить не умеешь. А только орёшь на водителя и окружающих. Хм. Сам... Сам объясняя ситуацию, сделал контент. А теперь людей тут посылаешь. Хм. Мира Белич пишет. Моя невестка со смехом рассказала, как повезла детей на каток. И чтоб не переодеваться сразу, в коньках за руль села. Хм. 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 Гаишник остановил. Хм. Хм. И даже не острофанул её, только пальчиком погрозил. Она со смехом и даже с гордостью рассказала, как о приключении. В моём предыдущем комменте ответьте, который отправил... Так, пошли. Восстановление Сычёва в моём предыдущем комменте ответьте, которым отправил... Так, отправил в спан YouTube. Так как я тебя там решила допискать, а ему не понравилось. Были вопросы, злобная бабка, ты мне угрожаешь, ты, главное, сама заткнись. Соседова любить продолжаешь. Вопросик, как поживает твоя любовь. Википедию всё изучила. Вопросик, письма. Ему пишешь письма, в гости собираешься. Жду ответа, как привета. Татьяна Янг пишет. Кошка Матильда. Такой глупой женщины, как это создание, давно на канале не было. Ору. На Севе, в труселях, в помешане, пошло. Это там Татьяна Васильевна не было. Она бы их словечно задавила. Не сходя из того места. Господи. Ладно, мил мои. Вот и все комментарии. Что я хотел, прочитал. А нет, давайте вот эту вот веточку прочтём. Прочтём. Мне так жалко осознавать, что злые зрители были правы. И сам был... А, это я читал. Суки из-за вас. Им там и на месте видней. А, это я читал, читал, читал. Читал я эту ветку. Вон, глядь. Читать. Ой, ладно. Пропустить рекламу. Я без тебя. Видишь, сколько комментариев. Халибом... А, вот, давай вот это вот. Халибом не корми. Дай повозмущаться. Наверное, есть... Кво. Смелый, на расстоянии. Ага. В лицо никогда не скажет. И самое главное. В окошке. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Кстати. Спроси у Коли, как бы он действовал в этой ситуации. А Пэдик стоял за тысячу рублей. И еще и разбирательство ждал. Лена Могилина. В лицо. Он боится. Можно и ответочку получить. Вспомнила, как... Тату Фури. Средний палец показывал. Такой же смелый из-за машины. Света Захарова. А вы чем сейчас занимаетесь? Возмущаетесь или нахваливаете? Светлана Захарова. Сын своей мамы. Постоянно в негативе. И возмущении. Не зная сути дела. Мне кажется, он не такой, а просто выеживается на камеру. Лена. Он цикло. Ходит. Оглядывается. А это кому-то в лицо что-то сказать. Он маму херяму на нас настраивает. А сам не может. Шупик Самуэл Татьянович. Одна Сахарика ноет. Другой в чужой машине. На птичьих правах возмущается. А, во-во-во. Сразу 22. Ай-яй-яй. Надо прочитать. Вот это вот очень интересно. Дурак может кому-то, какому-то человеку помощь нужна. Плохо встала за рулем. Поэтому и авария. Я была свидетелем, когда человек умер за рулем. Все может быть. А ты орешь, не зная причины. Больной и не лечится. Ему не хватает образования. Самое страшное это, когда у сивы болит. Зато все писаки дружат с головой. Прям все умные. Вы же тоже пишите. Значит, умная. Да, 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 да. Он потом причитает. Вот чего. Да как такое могло случиться. У меня так родственник умер. Остановка сердца. И было ему всего 35. Таких уже не лечит. Да, ё-ка, твою мать. Как ты мне пиндрявый. Так. Елена пишет. Что же вы так серьезно ко всему относитесь? Дуркует он. Ой. Ой. Не видно, что там кому-то плохо. Прямо ребенок был сосун. Умирал. Такое уже сочиняют. Гонять меньше надо. И подрезать. А не плохо стало. Чихуа. Минск пишет. Ты, как всегда, один умный. Ведешь себя ужасно. Вроде не дурак. Но с стороны посмотришь, точно ума мало осталось. Как Бубочка. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Например, подумаешь. Двойной сплошную пересек. У тебя, как у няньки. Дитя без глаза. Такую сумасшедшую жару. Все может быть. Все может быть. Все мы под Богом ходим. Она не умная. Она же паризная. Санвел. Вова. Тебе максимум. В магазине мамку возить. На тележке. А че за психа сойдешь. Люди и дорожку уступят. Срочно. На прием к психиатру. И дозна. Долгосрочное лечение. Психиатрической больницы. Сева. А Коля. Был за рулем. Его подгонял. Еще и нервничал. Че он медленно ездит. Ай-яй-яй. Сева. А кроме слова. Как подрезать. Еще какое-нибудь знаешь. Тебе пишут. Что мало ли че. С человеком за рулем. Случилось. Сегодня с ними. А завтра. Как получится. Никто не застрахован. Хоть и со страховкой. Не каркай. Грач. Да при мне точно. Такое случилось. И это ужасно. Видимо. Это ему. Его водитель со стажем объяснил. Вот он и долбит. И долбит. И долбит. И долбит одно слово. Что там такое? И дураком. И дураком не назовешь. Но ведет себя некрасиво. По крайней мере. Хватает ума. Свою дурь. Свою дурь. В бескультуре. Не выпячивать. На люди. Дурак. Дурак. Все верно. Язык бедненький. Ай-яй-яй-яй. У меня и подружки. Отец за рулем. Скончался. И она перелезла с заднего сиденья. И кое-как остановила Апту. Пока остановила. Зацепила две машины. Зачтоживай себя так. Татьяна Грачева. Вот взяла сама себя. Я позвала. Ха-ха-ха-ха. Авин не пикт богом. Ци давно взрос ему. Специально орал в окно. Знал, что мы строчить начнем. Богем отдыхает. Не работает никто. Господи. Продолжение комментариев в следующем видео будет. Всем пока. ПОchuss поетвhes. Продолжение globe. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...